Военные итоги этой недели могли быть куда более трагичными. На Дебальцевском плацдарме боевики, вопреки договоренности о прекращении огня, лишь усилили натиск, не щадя людей и собственной техники. Но окружить украинских военных и уничтожить не удалось, благодаря своевременному выводу войск. Человек, командовавший операцией, стал героем Украины. Однако на самом деле героями были все защитники плацдарма. Вышедших из окружения встречал наш корреспондент Андрей Кузаков. В грузовиках, на броне танков и БТРов, а кто и пешком. С черными от пыли лицами, с пробитыми машинами от осколков и пуль украинские военные выходят со стороны Дебальцева. Уже на безопасной территории военные радуются, что прошли через шкувальный огонь и остались живы. Скорые в этот день курсируют одна за другой. Сил на общение с журналистами у вышедших просто нет. Украина, привет! Боец 25-го батальона с позывным «Призрак» переводит дух. Всю ночь, весь день встречал бойцов из Дебальцева. Танки там были. Я последний раз туда, когда заскакивал, потому что я заскакивал в самое туда, так сказать, пэкло. Увидел по дороге уазик летел, таблетка, танк около него. Выстрелил танк, снаряд попал около уазика, он там подпрыгнул. Отход украинских войск сопровождала беспрерывная канонада от пушечных залпов, разрывов мин и трескотня автоматов. Все шли окольными путями, куда и можно было пройти. Тут же по прямой вся дорога простреливается. В принципе, и там все простреливалось. Командиры 25-го батальона территориальной обороны рассказывают об оперативной обстановке перед отводом подразделений. После утраты Углегорска линия обороны проходила приблизительно так. То есть Дебальцевский плацдар был уязвим в узком месте, вдоль трассы Артеновск-Дебальцево. Причем с северо-восточной стороны была относительно неплохая сеть опорных пунктов. С юго-востока не было даже заслона. Военные говорят, что бойцы на Дебальцевском направлении выдержали все штурмы, но наступила критическая черта. Здравый смысл возобладал. И несколько инициативных офицеров взяли на себя ответственность за людей, за ситуацию. И я считаю, что сели в последний вагон. То есть завтра эта операция с такой малой кровью была бы невозможна. Потому что значительно превосходящими силами противник практически захватил уже все Дебальцево. Практически перерезал основной артерию снабжения. Наши войска не получали боепитания и снабжения уже более недели. Разрабатывали план передислокации Дебальцевской группировки войск семь офицеров строжайшей секретности. Это один из них говорит, что боевики простреливали почти все дороги. Благодаря погодным условиям, которые сейчас сделали проходимыми реки и ручьи для колесной техники, для людей, можно было воспользоваться полевыми дорогами и дорогами вдоль посадок на ширине порядка 7 километров. Причем идти шли различными колоннами, сковывая боем боевые порядки, нанося огневое поражение артиллерии, связывая их резервы, скажем так, своими активными действиями. О начале передислокации личному составу сообщили за 15 минут до выхода. Подразделение Дмитрия Соленова находилось на самой восточной точке Дебальцевского плацдарма. Выходили ночью пешком в полной выкладке. Но, к сожалению, уцелеть удалось не всем. Советник президента Юрий Бирюков на своей странице в соцсети опубликовал данные о потерях. На нашу группировку в 2500 человек были брошены 15-17 тысяч личного состава противника. Превосходство по живой силе в 5-7 раз. Наши потери – 180-200 человек, потери противника – 868. Еще 81 боец считается пропавшим без вести и 110 сдались в плен. По данным Бирюкова, с начала 2015 года противник потерял почти 3000 человек. 42 танка, 33 бронированные боевые машины, 27 единиц реактивных систем залпового огня. Встретиться с бойцами в Артемовск прибыл президент. Я вам дякую за изразковое выкинание боевого заведения. За мощность и героизм, которые вы продемонстрировали протягом, сколько это было, 6 или больше месяцев? 6. И вы, может, не тримали оборону при пальцах. Не сделали никакого кропа на зону. Командира 128-й бригады президент наградил звездой Героя Украины. Поощрить обещал и других защитников Дебальцева, которые еще до вчерашнего дня выходили с плацдарма. И, возможно, скоро вернутся туда, если минские соглашения будут выполнены.